Оттава, 15 марта. ТАСС, Канада ввела в пятницу антироссийские санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе, произошедшем в ноябре 2018 года. Об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд. В координации с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Канада сегодня объявляет о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе, а также в связи с аннексией Крыма, сказано в ее заявлении. Вместе с нашими международными партнерами мы призываем Россию немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и вернуть захваченные суда. Россия также должна обеспечить свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив и Азовское море, добавила Фриланд. Рестрикции касаются 114 физических лиц и 15 предприятий оборонного комплекса России, в том числе авиастроительных компаний МИГ, Сухой и Туполев. Среди физических лиц в санкционном списке числятся, в частности, глава Роснефти Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, бизнесмен Игорь Ротенберг, полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и директор Росгвардии Виктор Золотов. С 2014 года, после воссоединения Крыма с РФ, Канада начала вводить экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц. 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения через территориальные воды РФ в преследовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения границы РФ было возбуждено уголовное дело. Члены экипажей, 24 гражданина Украины, были арестованы. Позже их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы. Всем им предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ, незаконное пересечение границы РФ. Подпишись на канал и смотри новости телеграфного агентства России первым. Спасибо за лайк.